Всем привет! Сегодня у нас обзор очень интересной современной квартиры площадью 110 квадратных метров. Из прихожей открывается перспектива кухни-гостиной, которую замыкает окно в темной раме. Слева мебельная конструкция, декорированная натуральным шпоном. Перед нами вальяжный модульный диван с кушеткой, пуфом и множеством уютных подушек. Зона кухни P-образной конфигурации. Нижние модели декорированы тем же шпоном, что и мебельная конструкция. Посмотрите, какое решение мы реализовали. Столешницу объединили с подоконником. Напротив окна установили двухситуционную раму из нержавейки. Здесь у нас вентиляционные отверстия, которые обеспечивают воздухообмен. Через них теплый воздух поднимается к окну и нагревает прохладное стекло. Перед вами великолепный кухонный фартук из солнечного оникса. Со стороны гостиной в нижний ярус кухонного гарнитура внедрили длинный шкаф. За фартуком смонтирована скрытая подсветка. Стоит ее включить, как оникс превращается в сияющее чудо. Дверцы верхних шкафов открываются автоматически. Нужно только слегка нажать на фасад. Чтобы закрыть шкаф, нужно нажать эту кнопку. Столешницу встроили варочную панель, а над ней спрятана верхняя модуль вытяжка. Многофункциональность мебельной конструкции мы сформировали вокруг монолитного пилона. Со стороны гостиной в ней создана система хранения в виде витрины. На ее полках можно расставить красивую посуду, семейные реликвии, арт-объекты. Подвесная тумба в телевизионной зоне декорирована тем же шпоном, что и мебельная конструкция. А каменная облицовка стены перекликается с дизайном диванной группы. Верхний ярус телевизионной зоны и открытые стеллажи у окна – это отражение кухонного гарнитура. Часть мебельной конструкции относится к зоне кухни. С этой стороны в нее встроили огромный холодильник и тандем микроволновки и духовки. И еще осталось место под систему хранения. Движемся дальше. Слева скрытая дверь в санузел, объединяющий туалет, душевую и постирочную. Далее у нас лаконичная прихожая. Обходим мебельную конструкцию. Прямо перед нами скрытые двери в детские комнаты и далее ход в мастер-спальню. С этой стороны в мебельную конструкцию сделаны шкафы для разнообразной одежды и текстиля. На потолке трековые системы освещения, изготовленные под заказ. Металлические шины, интегрированные линейные светодиодные светильники. Перемещаемся в прихожую. Здесь очень интересная тумба с консольной секцией. На стене огромное зеркало, дизайнерская система освещения буквы «Г». Слева вместительная гардеробная площадью около 5 квадратных метров. Перегородки из гипсокартона обшили шпанированными панелями. Раздвижные двери перемещаются по верхней управляющей. Удобное и практичное решение. В гардеробной можно хранить верхнюю одежду. Дополнительно предусмотрены полки для головных уборов, сумок и чемоданов. Здесь же находится встроенный электрический щит и коллектор мешка в системе отопления. Перелетаем в ванную комнату. В зоне раковины большое зеркало шириной во всю стену. В нем отражается оригинальный декор акцентной стены. Стена рядом облицована крупноформатным керамогранитом с фактурой темного дерева. В гипсокартонный потолок вмонтирована светодиодная лента. На акцентные стены мы создали графичную композицию из различных фрагментов керамогранита с фактурой светлого камня. Сбоку на стене сделана ниша с прозрачными полками, на которые можно поставить принадлежности для ванны. За экраном ванны находится насос, обеспечивающий подачу воды форсункой. Здесь установлена гидромассажная ванна. Смеситель установлен на борту ванны. На стене облицовкой под дерево установлен черный электрический плотин-сушитель оригинального дизайна. В зоне раковины встроенный смеситель шоколадного цвета. Ванна имеет специальное матовое покрытие. Переходим в детскую комнату. Посмотрите, какую классную идею мы здесь реализовали. На потолке смонтировали декоративные деревянные балки. Между ними установили треки, которые мы сами спроектировали и изготовили. В другой части комнаты инсталировали трековую систему освещения, подобную той, что вы видели в прихожей. Между металлическим треком и стеной создан довольно большой зазор. Сейчас вертикальный линейный светильник направлен в сторону стены, а горизонтальный внутрь комнаты. При желании световой сценарий можно изменить. Натуральная тема доминирует в дизайне интерьера. На окне римские шторы и замененного полотна. Слева настенная система хранения с деревянным фасадом. Словом, много деталей под дерево. Реечные потолки перекликаются со столешницей рабочего стола, которая объединена с подоконником и консольной полкой, перетекающей в тумбу телевизионной зоны. Стена декорирована шпанированными панелями. В телевизионной зоне по обрезу панели проложили световую ленту толщиной 6 см. На нейтральном фоне отлично смотрятся контрастные акценты. Черный компьютерный стол, разветочные группы, пуфы под полкой и звездное покрывало на кровати. Обратите внимание, слева система хранения доходит до речного потолка. Направляемся в мастер-спальню. В нишу справа установили зеркало высотой от пола до потолка. Рядом темно-синий шкаф. У стены напротив окна большая двуспальная кровать с мягким изголовьем. Подоконник объединили с тумбой, которая простирается на всю длину стены. По сторонам кровати круглые прикроватные тумбы, над ними подвесные светильники. В центре потолка люстры в виде белого кольца. К спальне присоединили лоджию. Для этого мы установили оконную конструкцию на базе максимально эффективного энергосберегающего профиля смонтировали теплый пол, установили отопительный прибор в правильном месте. В лоджии мы инсталлировали автоматизированный шторный карниз с электроприводом. На потолке смонтировали световую ленту. В утепленный торец встроили систему хранения. Фасады шкафчика, как и потолок, покрасили в тот же глубокий синий цвет, что и противоположные стены в спальне. Вот такой у нас обзор получился. Все ваши вопросы пишите, пожалуйста, в комментариях, либо по номеру WhatsApp, который я оставил в описании к данному видео. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Всем пока!